Глубоко уважаемая Ирина Николаевна, глубоко уважаемая Татьяна Анатольевна, я кратко расскажу, чем мы занимаемся за последние годы. Я вначале скажу, первые работы по МРТ Плода представлены в одной статье еще с 1983 года, но в то время было очень длительное исследование, длительные последовательности, поэтому требовалась седация матери. Для чего мы используем МРТ? Для подтверждения данных, полученных при ультразвуковой диагностике, выявленные аномалии, которые невозможно определить методом УЗИ для принятия решения терапии, родоразрешения, прогноз и в некоторых случаях, когда невозможно провести качественные ультразвуковой диагностики плода. Я по отдельности потом расскажу показания. Вы видите, что самая изучаемая тема – это центральная нервная система. Также мы исследуем и шея, грудной полости, брюшной полости, позвоночник. И надо понимать, что мелкие структуры очень тяжело иногда оценить на МРТ, поэтому, когда направляют беременные к нам, чтобы определить какие-то изменения в телах позвонков или какие-то мелкие структуры, то мы этим не занимаемся. Когда же провести МРТ плода? Или когда? Он выполняется в основном после 19-й недели гестнации. И надо понимать, что к 20-ти недели вес плода составляет около 350 грамм. Это очень мелкая структура, поэтому невозможно как бы дифференцировать ткани, если раньше этого срока сделать. Нужно провести МРТ после второго УЗИ плода, после экспортного ультразвуковой. И МРТ должно выполняться в центрах с достаточным опытом работы в области фитальной патологии или же детской патологии на аппаратах не меньше, чем 1,5 Тесла. Противопоказания не общеприняты. Со стороны матери – это наличие металла в организме, наличие кардиостимулятора или других электронных имплантов, эпилепсия или первый триместр беременности. Со стороны плода – это повышенная подвижность. В основном это на ранних сроках, там 19 до 30. Невозможно получить стандартные проекции или мелкие структуры, которые плохо дифференцируются. И наличие тех структур, которые окружены жидкостой, можно их четко не оценить. Уже давним-давно было определено, что МРТ не представляет никакой опасности для плода и никакого вредного эффекта не носят в себе. Мы обычно используем сверхбыстрые последовательности на аппараты Симмонса. Это хесты, труфы. Мы делаем в основном те два в разных плоскостях. Если труфы – это больше для сосудов, то есть какие-то структуры, хесты – для органов. Выполняем те два только в одном случае. Головной мозг – это если подозрение на кровоизлияние. Или же брюшной полости, чтобы оценить толстого кишечника. Вы видите, хорошо толстый кишечник светлый, потому что содержит мекония. И делаем серию динамических исследований для оценки глотания. И в редких случаях для головного мозга мы используем перфузию. Особой подготовки не требуется для исследования плода. Желательно провести это в первой половине дня, когда еще беременная не устала, и плод не сильно двигается. Положение может быть на спине или на боку. Проводится без седации, без контрастного препарата. И исследования заставляют около 20 до 30. Мы раньше исследовали только тот област, который направляли к нам, акушер-гинекологи. За последние 3 года мы уже исследуем плод в целом и смотрим все органы и системы. Со стороны центральной нервной системы показания – это вентрикуламигалия, сосудистая мальформация, патология кори, патология задней черепной ямки, задержка развития при фетометрии, агенезия разная и геморрагические и шимические повреждения головного мозга. Всегда нужно искать дополнительные аномалии. Если направили по поводу вентрикуламигалия, надо определить, в чем причина, есть ли другие аномалии. И для вентрикуламигалия мы делаем только одно измерение в области предсердия боковых желудочков на уровне таламусов. И до 10 мм это считается нормой, пограничная от 10 до 12, и средняя – это до 15, и выраженная или тяжелая форма вентрикуламигалия больше 15 мм. Но в той пограничной, где от 10 до 12, очень сложно, если мы не выявляем другие аномалии, сказать, что это будет гидроцефалия или нет, но, видите, работа показывает, что в 20% это может быть плохой прогноз. Немножко об анатомии. Надо знать, что до 20 недель головной мозг состоит из трех слоев. Первый слой толстый – это герминальный матрикс, потом промежуточный светлый на Т2, и кора темная на Т2. С 20 до 28 недель структура приобретает 5 слоев. Это субэпендемальный герминальный матрикс, потом субвентрикулярный светлый, суправентрикулярный темный, тоже богатый нейронами, и промежуточная зона, и кора. И не путать вот это суправентрикулярное с как бы эктопией серого вещества или дабл-кортекса. Также для оценки развития головного мозга нужно знать, когда борозды появляются. Достаточно это представлено в литературе. Мы видим, что в 16 недель мозг еще гладкий, к 19 неделе уже образуются сильвиевые борозды, и уже к 34 неделе абсолютно все борозды появляются. В основном самые последние это височные, но точно так же, как у взрослого человека. Аномалия развития. Видите, ребенок был направлен с диагнозом агнезия мозолистого тела. Мы видим передние отделы тела и задние отделы мозолистого тела. Мы их не видим, видим эктопию. Мы выявили еще эктопию серого вещества и открытые шизинцефалии. Это самое частое направление. Это геннозия мозолистого тела. На ранних строках, когда хотят еще прерывать беременности, очень сложно иногда получить стандартные проекции. Но если мы получаем строгое сагитальное, можем анатомически сказать, нет, но есть козванные признаки. Это далеко расположены передние рога друг к другу, и параллельно расположены боковые желудочки, и очень глубоко расположены межпилишарные щели. Обычно акушер-гинекологи подозревают о генезии мозолистого тела, когда они видят полость прозрачной перегородки. Видите, у этого пациента мы хорошо видим мозолистое тело, но полость прозрачной перегородки отсутствует, и она типичная картина фронтальных. Мы видим, как поперечные и передние рога расположены. Аномалия Арнольда Киары. Мы раньше только делали головной мозг, а потом уже, так как надо исключить менингоцели или менинго-мелоцели, то мы делаем все в основном, и дополнительно у этого ребенка еще киста яичников. Менингоцель в области большого родничка и туберозный склероз. Основная масса плодов приходит с наших кардиологов, когда они выявляют в сердце рапдомиома, который сочетается в 75% с туберозным склерозом. И видите, в поздном сроке очень хорошо видны субэпидемиальные очаги. И в молодом возрасте точно так же, если мы исключили, то мы обычно не проводим исследования после рождения. Если мы поставили диагноз, то обычно через какое-то время надо оценить степень поражения головного мозга. У матери была инфекция во время беременности. Мы видим множественные участки кистозной декомоляции с вентрикуломегалией в полушариях мозга. Кровозияния в гриминальном матриксе, думаю, что они не так сложные на самом деле в поздних сроках. Видно просто асимметрия. Видите, там гриминальный матрик с одной стороны тонкий, с другой уже утолшенный. И мы делаем обычно Т1, чтобы это уточнить. Было резкое эпизод падения давления у матрии. Вы видите, полушарие мозга вместе со стволом и с ядрами представлены кистами, кистозная лекомоляция и предполагаем, что декортикация. Для мальформации Дендиокора мы определяем угол между четверохолмией и червем. И этот угол в норме должен быть меньше, чем 20. Если он больше, то это прямой признак наличия мальформации. Гипоплазия червя, аномалия Арнольда Киарри и затылочная менинга цель. У нас было несколько таких плодов с мальформацией веноголена, но обычно акушеря они направляют перед родами, чтобы определить тактику ведения родов. У этого плода была консультация нейрохирурга, которая позволила самой рожать и видеть, что случилось при обычной роде. Мы видим, что обширная кистозная лекомоляция полушария мозга и субдуральная гематома. То уже эта мальформация не никакой абсолютно верна. Очень много есть работы, как меряет головной мозг. Мы стандартно, так как многих, делаем. И у нас нормы есть, на которые мы ссылаемся с девиацией, там плюс-минус в разных сроках, начиная от 19 до 36. И мы делаем измерения всех структур, начиная от полушария, чтобы определить, мозг соответствует гистационному возрасту или нет. И также черви определяем его развитие. Аномалия шеи и лица. В общем-то, очень много аномалий, которые можно выявить на МРТ, но в основном они направляют по поводу объемного образования шеи, чтобы определить степень давления дыхательных путей и как вести роды или сразу заинтубировать ребенка после родов, или сразу же в операционной. Видно большое образование шеи, кистозное с участками кровоизлияния, которые распространяются в средостении, сдавливает дыхательные пути, распространяется позади гортани, сдавливает верхнюю половину. Ну и с практики, когда сочетается, может сочетаться гемангиома с лимфангиомой. Микрогнотия – тоже порог развития, который может привести к сдавлению дыхательных путей. Мы обычно делаем несколько измерений. Это индекс нижней челюсти. Мы измеряем длину нижней челюсти от линии позади жевательных мышц, или определяем нижний лицевой угол, ставим параллельную линию лба, перпендикулярную к ней через носу, и одна линия, которая соединяет вот это перпендикулярно через носу и нижней челюсти. Если этот угол меньше, чем 50, то риск обструкции высок. Тератома шея. Они перед родами к нам направили и сразу же заинтубировали ребенка после рождения, потому что мы показали, что дыхательные пути резко сдавлены. МРТ грудной полости – это аномалия развития легких диафрагмальной грыжи с падением кишечника, лимфоангиомы, тератомы, секвестрация легочная или обструкция, высокая обструкция дыхательных путей, определяемая морфология грудной стенки. Также можем оценить околоплодных вод, которые они могут нам много сказать. Мы же знаем, что уже такой диагноз на самом деле уже не используется, кистозная динаматозная мальформация, в основном сейчас используется врожденная мальформация дыхательных путей, и мы определяем, какой тип в зависимости от размера кисты. Если от 2 до 10, то это первый тип, если меньше, чем 2 см, это второй тип, если мелкий, до 5 мм, это третий тип. Но суд не в этом. Суд определит степень давления и наличие или доминантных кист. Я что-то расскажу. Секвестрация. Мы видим, что нижняя доля левого легкого сильно вздутая. Видно сосуд, который отходит от аурта, кровоснабжает этот участок с давлением средостей, смещением сердца впереди и с давлением правое и легкое. И есть в интернете, в общем, калькуляторы, которые для, в основном для врожденной мальформации дыхательных путей, чтобы определить степень и прогнозы степень их развития, как наблюдать за пациентом, мы определяем 3 размера и определяем окружность головы. И если вот это соотношение, оно где-то около 1,6 или больше, то риск водянки очень высокий при наличии одной доминантной кисти, которая составляет около 1,3 кистозно измененной. И также, если меньше, чем 1,2, то рекомендуем наблюдать один раз в неделю. Это в основном до 27 недель, а потом уже идет регрессия, не уменьшается, никакой угрозы не приносит. И этот калькулятор есть в интернете, можно поставить те данные, которые мы получаем, и сразу мы получаем это соотношение. Диафрагмальные грижи, мы очень давно, этих беременных у нас, и которые оперировались в центре этих плодов, мы раньше на самом деле только описывали картинку, потом мы начали делать измерения, которые нужно, чтобы показывать, какой прогноз. Видите, очень хорошо на МРТ можно увидеть, какие именно части кишечника впадают. Видите, вот это множественные кисты, это тонкого кишечника, темный, это толстый кишечник, желудок можно определить, селезенка и степень развития. Проблема не в гриже самой, какие органы туда впали, проблема на самом деле это в развитии легких. И мы знаем, если легкие сдавлены, то они не развиваются, и ребенок не будет дышать после рождения. Мы определяем предположительный процент объем легких. Вначале мы определяем объем грудной клетки, объем средостейни, объем легких у плода. Потом мы определяем, какой должен быть в норме объем легких у этого плода. Мы минусуем объем средостейни с объемом грудной клетки и делим объем легких у плода на вот этот ожидаемый объем, и мы получаем предположительный процент объем легких. Если этот процент меньше, чем 15%, то на самом деле в Украине прогноз очень плохой. Даже я бы сказал меньше 40%. Это для хороших центров, знаете, эти цифры показаны. Если больше 40%, то выживаемость около 100%. Также выпадение печени. Мы определяем общий объем печени и тот объем, который расположен в грудной клетке, показываем, какой процент. Мы знаем, что процент выпадения печени это до 20%. Если там хороший предположительный процент объема легких хороший, то выживаемость будет большая. Но с другой стороны, когда впадает печень, значит дефект диафрагмы очень большой. И работа американцев показывает, что выпадение печени в грудной клетке это всегда плохой прогноз. И видно, что смертность среди этих пациентов составляет около 65% по сравнению с теми, у которых печень на своем месте, около 7%. Также эти пациенты нуждаются сразу в ЭКМО после рождения, 80% в случае, чем у тех, которые печень на своем месте. Если предположительно меньше 25%, это процедура, которую акушери в Украине не хотят выполнить, пока не получается. Недостаточно опыта в области ЭКМО. Не хочет этим заниматься сразу, чтобы подключить пациента до того, как отрезали пуповину. По большому счету, пациент находится как на аппарате искусственной вентиляции и кровоснабжения. И работа коллег показывает, что у этих пациентов, если подключить сразу ЭКМО до того, как отрезали пуповину, то выживаемость очень хорошая по сравнению с теми пациентами, которые ЭКМО подключаются после рождения, через день или через два. Отрезия пищевода очень сложная на самом деле, потому что очень много, мы видим, это патология в сочетании с другими аномальными развитиями. На МРТ это не так легко, как кажется, но есть ряд признаков, которые мы должны оценивать. Это объем, размеры желудка, большой или нет. Есть нижний сегмент пищевода, мы видим его или нет. Есть вот этот пауч сайния, покажу его, и отклонение трахеи кзади. И мы пока зрительно на самом деле оцениваем размеры желудка, там есть жидкость, или маленький желудок, но это тоже один из косвенных признаков, который показывает, может быть, у ребенка отрезия пищевода. Пауч сайния, это когда жидкость не проходит дальше, потому что есть отрезия пищевода, и жидкость остается в этой области, когда глотает, и почти он стопроцентный. И отклонение трахеи кзади, когда отсутствует один сегмент пищевода, то там место больше для трахеи, оно отклоняется. И редко, на самом деле, очень сложно, чтобы увидеть свиш, и мы знаем, что самая частая форма отрезия, это наличие трахеи, пищеводный свиш, но попасть так в этой плоскости, это очень сложно, и чтобы плод еще не двигался. французы очень много делали в этой области, и мы видим, что их работа показывает при маленьком размере желудка почти 70-80% это показывает, что есть у пациента, у ребенка отрезия пищевода. Пауч-сайн, то, что я показывал, почти стопроцентный, но его отсутствие тоже не исключает отрезия пищевода, так как и отклонение трахеи, да, кзади мы видим, что почти, если мы видим этот признак, то в 100% мы можем сказать, что есть отрезия пищевода, но при отсутствии этого признака тоже нельзя исключить отрезия. Отрезия легочной артерии, очень много, конечно, пациентов с врожденными пороками сердца, на самом деле это очень-очень сложный порок, да, и мы обычно эти исследования смотрим больше, чем недели, там, в 10-20 раз, несколько глаз, потому что нам надо определить, есть коллатеральные сосуды, которые отходят от аурта и кровоснабжают легкие, или кровоток в легкие осуществляется через батал, это меняет тактику ведения беременной. Если мы находим эти коллатеральные сосуды, то беременная может рожать у себя в области или в другом городе и через 3 месяца приходить к нам уже с ребенком, делаем или ангиографию, или КТ. Если это батал-зависимый, кровоток, кто рожает возле центра и сразу же к нам их привозят. Разные, может быть, хромосомы, очень сложно иногда этих детей оценивать, видите, мы не видим, вроде бы, мы не видим и желудка, мы не видим и жидкост в кишечнике, можно и заподозрить, что есть атрезия пищевода, но с другой стороны очень много околоплодных, если он не глотает, значит, я прошу прощения, не писает и не будет. Брюшной полосты это часть, которая направляет к нам сочетание множественной аномалии органов или какие-то синдромные для определения ситуса, но в основном это для определения патологии почек и кишечника, разные уровни атрезия. Ситус-инверсус это правая сторона беременной, это левая сторона плода, и мы видим, что печень расположена слева, а желудок расположен справа. Синдром гетератаксия это очень тяжелый синдром, но заподозрить его не так легко у плода и не так легко можно увидеть, что есть множественные селезенки и узисты или кардиологи наши называют это двух сосудистый признак, когда мы видим в грудной клетке уже аорта и нижняя половина, которая продолжается через парную и непарную половину в верхнюю половину. Этот же пациент после рождения мы видим, что множественные селезенки и это нижняя половина, которая на сегмент ниже печени отсутствует и продолжает через вену гемиазика спадать в верхнюю половину. Такой же пациент, как я показывал со ситом, но мы видим здесь гидронефроз двухсторонный, большой мочевой пузырь и диагноз был поставлен как обструкция мочеспускательного канала, но отсутствие тоже желудок мы не видим, отсутствие жидкостей в кишечнике, можно тоже сказать, что может быть и отрезие пищевода. Амфлацелл, на самом деле думаю, что это на УЗИ очень хорошо видно, какие органы впадают, но не забывать никогда, это может быть составной часть и другой порог, и в основном они сочетаются с пентадо контрелло. Кисты брюшной полости, самое частое это мекональные, они на самом деле после 19 недель, когда уже есть мекония в кишечнике, можно заподозрить на Т1, если высокий сигнал, то без сомнения можно ставить этот диагноз. Атрезия 12-типерстных кишки, думаю, что и до рождения, и после рождения признак один и тот же, это double bubble sign, который свидетельствует об атрезии и плюс к гидронефрозу. Видно, прямая кишка, я не говорил об этом, мы оцениваем всегда локализацию прямой кишки и расстояние между дистальной части прямой кишки и шейки и мочевого пузыря, она не должна быть меньше, чем одного сантиметра. Если меньше, тогда надо думать об высокой аноректальной атрезии. Видно, что расширены петли кишечника, тонкого кишечника, на Т1 отсутствует сигнал от толстого кишечника, и диагноз был поставлен обструкция на уровне подвоздушной кишки или атрезия подвоздушной кишки. МРТ позвоночника это разные минингоцели или меломинингоцели, объемное образование малого таза или кресово-копчиковая тератома, и аномалия со стороны тел позвонков, я вначале сказал, мы не оцениваем, это невозможно оценить. Видно, кресовая мининго, меломинингоцель, очень хорошо видно выход корешков, на самом деле это очень тяжелая патология, потому что мы знаем, что даже после операции, если вышли корешки, то спиной мозга остается фиксирован, и будет гидроцефалия. Арнольдекиарит 2, видно низкое расположение ствола мозга, мозжечка, и минингоцель нижнего грудного и кресового отдела, и видно хорошо спиной мозг, который расположен на подхожье. Шейни, это единственный случай, который у нас был шейни минингоцель, но мы очень долго смотрели, не видели корешки, которые выходят, виден дефект, в шейном отделе позвоночника, и видно кожу, которая покрывает минингоцель. Был трайл большой по этому поводу, то, что хотят акушери, опять-таки, в Украине заниматься этим, и показывает, если устранить мининго минингоцель внутриутробно, то желудочковая система требует шунтирования только в 40% случаев, по сравнению с теми, которые оперируются после постнатального, которые требуют шунтирования 82%. Это единственный случай, который я нашел в интернете, видите, минингоцель, низкое расположение мозжечка и ствола мозга, был оперирован в 12 недель, в 24 недели, вы видите, уже червь мозжечка на своем месте, уже четвертый желудочек виден, и после рождения. Крисово-копчиковы и тератомы, они существуют 4 типа, я расскажу, когда показываю, в зависимости от локализации, если локализация, большая часть расположена вне малого таза, то это первый тип, и мы знаем, что это тоже тяжелый порог, потому что нарушаются мышцы тазового дна, и на самом деле у этих детей, даже если оперировать, то мышцы промежности, они не восстанавливаются никогда. Второй тип, это когда частично расположены в малом тазу, частично расположены наружи, и третий тип, это когда большая часть тератома расположена в малом тазу, и маленькая часть расположена снаружи, четвертая, это в основном только в малом тазу. Это тоже один был ребенок с диастоматомолем, и очень хорошо попали, я не знаю, видно или нет, удвоение спинного мозга, но думаю, что хорошо здесь видно, на уровне шеи, это в двух местах, на уровне шеи и на уровне нижнего грудного отдела позвоночника. Немножко плацента, так как мы уже следуем плод целым, мы всегда смотрим плацента, видно очень хорошо самой плацента и внутренний контур миометрии, и часто направляют в тех, когда на узенье подозревают прорастание плацента в миометрии, обычно есть типичные признаки, это вот такие темные полоски или утолшение плацента на этом уровне, те признаки, которые я сказал, это гипоинтенсивные, вот эта полоса dark band, выпячивание стенки матки, неоднородный сигнал, множественные сосуды вокруг матки, кроме того, что может быть кровоизлияние и других. Здесь опять показываем вот это dark band sign, и не видим абсолютно стенка миометрии. И не забываем о цервикальном канале, когда мы делаем обычно первое изображение, это с большой поле обозрения для матри, чтобы определить положение плода, и оно должно быть не меньше, чем 2 сантиметров, иначе тогда частично прикрывает цервикальный канал. Плацента прикрыта, уже плацента распространяется за пределы матки на шейку и на мочевой пузырь. И также патология беременности, было несколько беременных, это поликистоз и метастазы у беременных в грудной стенке и почке. Выводы хочу сказать, что МРТ это не есть основной метод, это может давать дополнительную информацию к ультразвуковой диагностике, может быть метод выбора при сочетании множественных пороков развития, которые невозможны на УЗИ, это видят, и чем больше мы делаем исследования, тем больше у нас опыта в этой области. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ